Лед на водоемах все еще кажется крепким, но это лишь на первый взгляд. Погода весной нестабильная, утро может идти снег, днем светит солнце, а по ночам снова заморозки. Если среднестучная температура воздуха 0 градусов держится более труднее, то прочность дам уменьшается как минимум на 25%. Стоит помнить, что на лед ни в коем случае нельзя выходить в одиночку, а также проверять его прочность при помощи наступания ногой. Жительница микрорайона Зеленой аллеи Полина рассказывает, что по Тарычевскому пруду, который расположен вблизи жилого комплекса, очень часто гуляют взрослые дети. Периодически я вижу, как дети выходят на лед, и мамы смотрят издалека. Они вроде далеко не отходят, только когда зимой здесь каток становится крепкий, они здесь гуляют. Заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу Иван Кузьминов отметил, что определить прочность льда можно визуально. Лед голубого цвета является прочным. Если лед белого цвета, то его прочность уменьшена в два раза. Если же лед серого цвета, матово-белого, с желтыми оттенками, то он является небезопасным для выхода на него. Особую опасность весенний паводок представляет для детей. Подростки иногда ради любопытства испытывают на прочность ледяной покров водоема. В этом году были единичные случаи, когда дети без присмотра родителей уходили на лед. Получалось так, что они проваливались, но выбирались самостоятельно. Как таковых жертв в ходе провала под лед в настоящем году нет. Сотрудники МЧС рассказали о действиях в экстренных случаях. Если же так получилось, что вы провались под лед, то первое, что необходимо сделать, это избежать паники. Ни в коем случае не делать резких движений, стабилизировать дыхание, раскинуть руки и постараться зацепиться за кромку льда. Далее постараться закинуть ногу на лед и перекатиться по направлению к берегу. Также следует помнить, что выбираться, так скажем, с опасного места необходимо в ту сторону, откуда вы пришли, так как там прочность льда уже проверена. Эти правила простые и их должен знать каждый.